Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, телезрители, здравствуйте. Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск. Сегодня». У микрофона с вами я, редактор Светлана Вишнякова, и в нашей студии гостья Татьяна Алёшина. Татьяна, расскажите, пожалуйста, несколько слов о себе. Здравствуйте. Добрый день. Я работаю в Республиканском методическом центре психолого-педагогического сопровождения. Мы являемся подведомственным учреждением Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия. Я являюсь вместителем директора. Спасибо, что нашли время сегодня быть в нашей студии. И мы ожидаем еще гостей в нашей студии. Они приехали по вашему запросу. Скажите, пожалуйста, несколько слов о них. Ну, в конце 2023 года были большие мероприятия в Москве, посвященные году педагога и наставника в Российской Федерации. И делегация Республики присутствовала на съезде учителей-дефектологов, и также было очень большое событие – это 100-летие Института коррекционной педагогики. И вот как раз в нашей Республике есть возможность познакомиться с специалистами Института. Они сегодня к нам подошли и будут рады принять участие в программе. Это высококвалифицированные специалисты, которые занимаются не только теорией, но и являются такими сильными практиками именно в области коррекционной педагогики. Спасибо. Ну вот как раз гости и подошли в нашу студию. Здравствуйте. Рада вас приветствовать и в нашей студии, и в нашем городе. И попрошу вас представиться, чтобы о вас узнали наши слушатели и наши зрители. Меня зовут Бутусова Татьяна Юрьевна. Я кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник лаборатории психолого-педагогических исследований и специальных технологий образования лиц с интеллектуальными нарушениями. Из города? Из города Москвы. Институт коррекционной педагогики. Спасибо. Могу из Института коррекционной педагогики. Меня зовут Костин Игорь Анатольевич. Я работаю в лаборатории, которая занимается аутизмом. По образованию психолог, доктор психологических наук. Спасибо вам большое, что пришли в нашу студию, нашли время. Наверняка график у вас плотный. Но и исходя из того, что наши гости рассказали о себе, понятно, что мы будем говорить о том, как помогать родителям и особенным детям. Верно? Да. Скажите, пожалуйста, с какой целью вы приехали в наш город? И что для наших горожан, для людей, которым эта тема интересна, изменится после того, как они придут на те лекции, узнают ту информацию, с которой вы приехали? Ну, мы приехали с мероприятием недели Института коррекционной педагогики в республике Саха, Якутия, с целью взаимодействия со специалистами в специальной педагогике, был представлен региональный опыт. Мы представили свои научные методические разработки, результаты научных исследований. Ну, мы надеемся, что наше такое взаимное обогащение будет эффективным на пользу специальной педагогики. Специалисты получили от нас ответы на свои вопросы, а мы приобрели в нашу практическую копилку тоже некий опыт практически ваш региональный, ну, такой вот с национальным таким колоритом, с национальными традициями. Это очень интересный опыт. Расскажите, пожалуйста, какой-нибудь пример из того, что вы приобрели, что вам запомнилось, что вам показалось интересным в нашем регионе? — Давайте я начну. Множество образовательных учреждений участвовали в эти дни, делились своим опытом. Например, вчера и сегодня мы посетили две совершенно потрясающие школы. Во-первых, это 35-я школа в Якутске, где обучаются дети, в том числе, с самыми разными особенностями развития. И невероятно современно оборудованная школа для детей с тяжёлыми речевыми нарушениями. Вчера мы её посетили. И это замечательно. Видно, что очень профессиональный коллектив, и мастерские, и предпрофессиональная подготовка, и здоровьесберегающая технология обучения. В общем, школа произвела сильное впечатление на всех нас. — Спасибо. Кроме детей с речевыми особенностями, ещё о каких детях речь, которым вы ей поможете? — Самые разные нарушения развития. Аутистический спектр, интеллектуальная недостаточность, задержки развития, нарушение опорно-двигательного аппарата. То есть дети самых разных категорий. — А также дети с нарушением слуха и зрения. Слабослышащие, глухие, кахлярно имплантированные, слепые, слабовидящие. То есть дети самых разных нозологий, нозологических групп. Дети с ограниченными возможностями здоровья, так они все у нас. — Вы привезли информацию для педагогов, которые работают с такими детьми, для их родителей, и какую-то информацию, которая поможет и самим детям адаптироваться и социализироваться. Верно? — Да. — Хочется надеяться, да. — Расскажите, пожалуйста, о том, ну, коротко, да, какие-то, может быть, методики или чем вы готовы поделиться, потому что сейчас возможность на более широкую аудиторию рассказать об этом и, возможно, привлечь внимание к центру, да, еще раз, где смогут помочь как-то по-новому. — Ага, ну, давайте начнем с аутизма, с аутистических расстройств. Это такое очень непростое нарушение развития, которое формируется постепенно, в течение раннего возраста детского. постепенно возникают, не возникают, а вот нарастают нарушения контакта, погружение малыша в свои какие-то однообразные впечатления, постепенно становится очевидной для родителей задержка речевого развития. И вот при таком ходе психического развития критически важна своевременность диагностики и своевременность начала оказания коррекционной помощи. Потому что если начать такому малышу помогать там на третьем году жизни, то при прочих равных условиях успех будет больше, чем если начать такому малышу в пять лет помогать, допустим. А с какого возраста видно уже вот этот синдром? Синдром же, да? Правильно? Ну да, можно и так сформулировать. Это непростая проблема, ранняя диагностика аутистических расстройств. Но как раз в нашем институте тоже разработаны некоторые инструменты для этого. Кроме того, сейчас есть краткие опросники. И хорошо, что они переведены на русский язык, хорошо, что они доступны в интернете. Это легко найти, эту информацию. Подобные инструменты, знаете, они... С их помощью нельзя поставить точный диагноз, но можно определить группу риска. То есть любой человек, родитель, которого начинает что-то беспокоить, может такой опросник заполнить и уже или подтвердить свои опасения, или опровергнуть их. Но, по крайней мере, это вот первая ступень, она называется прескрининговая диагностика. Первая ступень, которая может вовремя выявить группу риска такого нарушения психического развития. Я один раз слышала рассказ мамы, которая говорила, что её ребёнок, которому потом поставили вот такой диагноз аутизма, он очень долго плакал. Очень долго и часто. И вот именно вот это её сподвигло к тому, что что-то с ним не так, и она начала обследование. И позже столкнулась с таким диагнозом. А, то есть вы просите меня немножко рассказать, да, собственно, что может вызывать беспокойство. Ну, например, малыши вот с таким формирующимся аутистическим развитием могут слабо отзываться на имя. В том числе со стороны, когда их зовут близкие родители. Они не очень реагируют на приближение, на эмоциональный такой посыл близкого человека, мамы. Не очень реагируют, это игнорируют? Не обязательно игнорируют, это сложнее. Это сложнее, да. Может оказаться так, что они, с одной стороны, не отпускают мать, и сразу начинают плакать, проявляют такой вот выраженный дискомфорт, если мамы рядом нет. А вот когда мама рядом, они активных попыток к подтверждению контакта, к установлению контакта, к его продолжению, они вот не предпринимают. Вот, есть такое снижение активности в контакте, вот так бы я сформулировал. Вот, это необязательно игнорирование. Снижение активности в контакте, в том числе вот с самым близким взрослым. Вот, потом постепенно становится очевидным, что для ребенка невероятно важны какие-то однообразные впечатления, которые он воспроизводит снова и снова, и для него это важно. Ну, это могут быть какие-то зрительные впечатления, там, разглядывание, внимательное разглядывание чего-то. Или двигательные впечатления, одни и те же однообразные движения. Вот, ну и, конечно, задержка речевого развития, вот, скажем, на втором году уже становится отчетливой. Когда в нормальном антогенезе, то есть при психическом развитии без каких-то особенностей происходит такой вот речевой взрыв, ребенок активно нарабатывает речь. А вот у этих малышей часто не происходит этого обычного, обычного этапа психического развития. В общем, это целый комплекс таких знаков тревожных. Вот, и действительно нужно обращать на них внимание, и хорошо бы, чтобы специалисты самого широкого профиля, например, ну, например, детские психиатры были знакомы с этой проблемой и могли также родителей направить своевременно для оказания какой-то более специализированной помощи. Наверное, когда родители встречаются с вот такими проявлениями ребенка, и потом, когда ставят такой диагноз, первая реакция – это растерянность. Или какие-то еще реакции, с какими вы реакциями сталкиваетесь, и как родителю самому себе, во-первых, помочь? Ну да, это, в самом деле, часто бывает тяжелый этап для семьи, потому что это, как правило, растянуто во времени, да, от первых сомнений и тревог до однозначной постановки диагноза. Врачом-психиатром могут проходить месяцы или даже годы, такое тоже бывает. Вот, и, конечно, ну, это непростой этап в жизни семьи, принятие такого диагноза, который требует, безусловно, помощи, поддержки со стороны специалистов. Очень плохо, если семья вот на этом этапе остается, так сказать, наедине со своими трудностями. Так не должно быть. После вашего участия в этой теме, в нашем городе, такой помощи будет больше для таких родителей? Или она будет как-то более мобильной, современной более, или как? Ну, хочется надеяться, да, что мы были полезны профессиональному сообществу Якутии, но надо сказать, что в целом, допустим, специальные педагоги, с которыми мы общались эти дни, вызывают вот у меня восхищение, честно говоря. От лица вот как раз-таки педагогического сообщества, да, которое непосредственно принимало участие вот в днях Института коррекционной педагогики, мы достаточно, наш центр, в частности, достаточно продолжительное время сотрудничаем с Институтом, да, особенно с лабораторией по ранней диагностике, вот как раз-таки отклонений в развитии, да, то есть непосредственно наш профессиональный друг, товарищ и методист, это Розенкова Юлия Анатольевна, она у нас в республике была несколько раз, как раз вот службы ранней помощи, которые у нас в республике набирают обороты, их сейчас у нас 56 служб в разных наших муниципальных образованиях, которые как раз-таки помогают родителю увидеть вот эти ранние, ну, скажем, сигналы, которые могут указать, что ребенок развивается немного, ну, скажем, не в том антогенезе, который должен быть в норме, и вот вот здесь вот очень правильно было сказано, что родитель, конечно, растерян, и вот педагоги, которые проходят цикл повышающих вот профессиональной компетенции, каких-то семинаров, да, курсов, они как раз-таки помогают родителю вот этот период принятия особенностей своего ребенка, это очень важный период для того, чтобы потом вот квалифицированно помощь оказывать не только же педагог должен работать с такими детьми, да, но и родитель дома тоже должен продолжать эту вот линию, красную линию именно тех занятий, да, если я правильно говорю, меня коллеги поддержат, именно вот непрерывность, вот здесь вот зерно успеха, вот как раз-таки работы с такими детьми, да, совместно, да, совместная деятельность с родителями. Мне бы еще хотелось добавить, ну, это такие некие советы, маркеры для родителей, когда у ребенка что-то не так. Дело в том, что у нас был один из вопросов, часто задают на сайте, присылают нам вопрос, откуда столько детей, почему их так много в последнее время появляется, связано ли это с тем, что действительно эта группа детей появляется вот на свет с таким диагнозом по каким-то причинам, генетическим или наследственным заболеваниям, или какие-то внешние факторы влияют. Мы все-таки считаем, что все, есть новые технологии появляются в медицине, в неонатологии, когда спасают сейчас маловесных детей, и они долгое время находятся в стационаре, в квезах, лежат по два-три месяца в стационаре на выхаживании. В этот период как раз вот запаздывает тот период, когда закладывается сенситивный период общения с матерью, пропадает период грудного скармливания, и когда ребенок приходит из стационара, вернее, его привозят домой, у него вот этот период адаптации в семье задерживается на 2-3 месяца. И еще плюс кислородное голодание вызывает некие такие, знаете, функциональные изменения в организме, когда функциональные системы не совсем совершенно развиваются. И в итоге мы можем получить нарушение всего психического развития. И когда родители видят, что в 2 месяца ребенок не держит голову, что в 6 месяцев у него не появляется лепет, годы он не овладевает ходьбой, и, как говорит Игорь Анатольевич, проявляя такие немножко отстраненные реакции на близкого взрослого, это уже повод для тревоги обратиться к специалистам. Тем более, что ваши специалисты в регионе уже очень подготовлены в рамках оказания ранней помощи такой семье. Тогда получается одна из причин вот таких симптомов, это ребенок, который появился раньше срока. Да. Одна из причин у детей, которые рождаются раньше времени, это бывают и трудные роды, преждевременные роды, недоношенные дети. К сожалению, их выхаживают, но сказать о том, что он будет 100% здоров, никто вам такую гарантию не даст. Возможно, различные последствия, так скажем. Родители должны очень чутко отслеживать вот эти вот стадии нормативного развития ребенка. То есть быть более внимательным? Конечно. Если это то, есть такая история. У нас совсем недавно в эфире были представители клуба «28 петель» нашего города. Это девушки, которые вяжут специальную одежду для вот таких вот деток, которые появились раньше срока, из какой-то специальной нитки, которую потом эту одежду надевают на голые тельцы, они вот в этих боксах лежат в этой одежде, покалывания вот эти вот способствуют. Ну, конечно, у них же еще система терморегуляции несовершенна, они совершенно голеные. Они должны в это время быть у мамы внутри, еще питаться через кровеносные сосуды, да, система. Ну вот, к сожалению, это нарушает нормальный ход созревания всех клеток, в том числе всех систем. Это немножко поможет им? Ну, конечно, мы пытаемся, раз уж такое чудо произошло, ребенок родился на свет, но вот последствия могут быть самые разные. Мы не говорим, что это обязательно, но риск очень велик. Это дети группы риска. И они, как правило, вот это вот нахождение в стационаре уже накладывают некий такой вот социальный эффект, социальной депривации, когда нет вот этого первого момента встречи с мамой, грудное, вскармливание и так далее, про что я говорила. Такая травма, получается, для ребенка. Он родился, а мамы рядом потом так долго нет. Да. Как будто бы история про какой-то детский дом, который тебя отдали, да? Ну, для ребенка. Да. Эмоционально. А у нас еще в нашем городе есть замечательный проект, он называется «Обнимаю сердцем». Его организатор Анна Федорова. И вот совсем недавно проходил концерт, где участвовали вот дети, особенные дети, и дети с синдромом аутизма, да, и дети с синдромом дауна, и дети с проблемами опорно-двигательного аппарата, и слепые дети, и глухие, они пели, представляете, танцевали. Я вот не знаю, знаете вы о таком проекте или нет в нашем городе. Ну, сейчас все больше нарастают такие обороты, такие проекты, когда дети с ограниченными возможностями здоровья, с особыми образовательными потребностями, как мы их называем, особые дети, да, они включаются в жизнь обычных детей, также участвуют, проявляют свой потенциал. Если он глухой, это не значит, что он не может играть на каком-то инструменте. Если это слепой ребенок, это не значит, что он не может прекрасно петь и так далее. Даже есть практика, когда устраивают танцевальные конкурсы дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата на колясках. Так что это развивается, и хвала людям, которые работают в этом направлении и социализируют наших деток. Да, спасибо. Я как раз хотела предложить во втором блоке нашей программы поговорить о том, как помогать таким детям социализироваться, как помогать им в этой жизни найти себя, состояться. И мне кажется, это очень важно и интересно будет и для родителей таких детей, и, наверное, для всех нас, и для наших слушателей и зрителей. Дорогие друзья, мы через короткие 4 минуты снова продолжим. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. Говорим мы сегодня о том, как помочь родителям особенных детей. В нашей студии специалисты и гости не только нашей студии, но и нашего города. Это Татьяна Алёшина, Татьяна Бутусова и Игорь Костин. Давайте продолжим. Мы в первом блоке говорили о том, что важно всё-таки помочь детям с особенностями социализироваться. Что вы можете, Игорь, добавить к этому? Очень важно, чтобы семья с таким ребёнком не оставалась в изоляции. Но вот если говорить об аутистических расстройствах, к сожалению, такое бывает. Потому что аутизм — это, как говорят, невидимая инвалидность. Ребёнок может выглядеть вполне как ангел. У него вполне работают руки-ноги. Он слышит и видит хорошо, но при этом может вести себя непредсказуемо. Очень легко впадать в такое дискомфортное, напряжённое состояние. Особенно в общественных местах, где много людей, где слишком много таких вот каких-то сенсорных раздражителей ярких. И, к сожалению, это часто вызывает несколько бестактное вмешательство посторонних людей, негативное отношение посторонних людей. И бывает так, что это просто останавливает близких от выхода в социальную среду. А на самом деле таким детям нужно давать опыт пребывания в больших магазинах, в торгово-развлекательных центрах, в кино, в конце концов, в парках, в самых разных общественных местах. Потихонечку-потихонечку их нужно к этому приучать, чтобы им было приятно и радостно вместе со своими родными бывать в самых разных общественных местах. Если такой опыт у ребёнка есть, скажем, в дошкольном возрасте, это значит, ему будет легче адаптироваться и в школе. Если он ходил в садик, хотя бы один год проходил в садик, значит, ему будет легче адаптироваться в школе, и его дальнейший путь, дальнейшая социализация будут более успешными. То есть ребёнок-аутизм может обучаться в обычной общеобразовательной школе, в обычном классе? Видите ли, аутизм — это очень, точнее, расстройство аутистического спектра, это крайне разнородная популяция, в принципе, очень разнородная, или, как говорят врачи, полиморфная группа. На одном полисе будут ребята с тяжёлыми нарушениями речи, с тяжёлыми нарушениями контакта, погружённые в себя, а на другом полисе будут с высоким речевым развитием, с фразовой речью, такие вот болтуны, эксцентричные, которые всё время готовы разговаривать на свои любимые темы, не совсем улавливая, интересно это собеседнику, уместно ли это сейчас. Это тоже такой аутистный пациент. Это тоже аутизм. В том-то и дело, что аутизм очень разнороден, разнообразен. И кому-то из таких, из этой группы, кому-то будет показано постепенный ввод в среду общеобразовательную, а кому-то всё-таки нужны специальные образовательные условия, и такого ребёнка будет неполезно помещать в сообщество ровесников без нарушения развития, то есть обычных ровесников, и обучать по неадаптированным программам. Но надо отметить, что в принятом в нашей стране с 2016 года принят специальный федеральный государственный образовательный стандарт. Это документ, который, в общем-то, имеет силу закона. И вот в этом документе чётко прописано, что любому ребёнку с аутистическими расстройствами, по какому бы образовательному маршруту он ни шёл, как бы он ни учился, всё равно показаны определённые, определённые меры помощи показаны. Это могут быть дополнительные занятия какие-то со специалистами. Может быть, сопровождение тьютера. Тьютер — это индивидуальный помощник, педагог, индивидуальный сопровождающий, который помогает такому ребёнку сразу адаптироваться в очень-очень сложной для него социальной среде, которой является школьная среда. адаптироваться и налаживать отношения с другими детьми и усваивать знания, формировать так называемые универсальные учебные действия. То есть тьютер должен помогать во всём такому ребёнку. Не для каждой семьи, наверное, такая возможность предоставляется. Школа иногда предоставляет такого специалиста. Ну вот... Всё зависит. Закон? Есть об этом, да. Но на практике действительно далеко не всегда не каждая образовательная организация может предоставить такого индивидуального сопровождающего для ребёнка сразу. Для семей, в которых есть дети-аутисты, наверное, больше приемлем формат, когда они как-то ограждаются от социума и стараются ребёнка своего оградить и оставить дома лишний раз, его не травмировать, не выводить в те пространства, где другие дети. Родители оберегают. Какие рекомендации можно дать и как начинать правильно? Потому что, как Вы верно сказали, реакция и со стороны других людей может ранить. Ну, всё-таки хочется ещё раз подчеркнуть, что изоляция в семье с таким особым ребёнком это неблагоприятный вариант развития событий. Неблагоприятный. И если, так сказать, не вытаскивать ребёнка, ну вот как я сказал, в разные общественные места в дошкольном возрасте, то потом в 10-12 лет. Это будет просто невозможно сделать. Это будет очень тяжело. Может быть, зависит, я подумала, извините, что перебила, от состояния родителя, который, например, с этим диагнозом ещё не очень согласился, где-то, может быть, стесняется или ещё что-то, и сам себя погружает в это замкнутое пространство, и так ему кажется, что проще. Если бы, может быть, сам родитель выходил больше и брал в какие-то места с собой ребёнка, может быть, и ребёнку было бы проще адаптироваться. Вот именно поэтому, как мы говорим, и нужна специализированная помощь семьям с такими ребятами. Тогда в наш центр психолога-медико-социального сопровождения могут потом прийти... Обращаются. Да, обращаются семьи. Работа проводится прежде всего тут с родителем, действительно, по поводу принятия особенностей ребёнка и правильности, скажем, действий, набора действий, которые как раз-таки и помогут выставить эту траекторию развития, о которой ребёнок, социализируясь бы, принимал условия социума и не боялся, его реакции были бы мягче на эти внешние раздражители. Я не скажу, что у нас прямо очень много семейного сопровождения именно с детьми аутистического спектра, расстройства аутистического спектра, но они есть. И очень отрадно, если так можно сказать, что родители приходят с детьми раннего возраста. То есть, когда диагностировали в раннем возрасте вот такое расстройство, родители идут для того, чтобы действительно специалисты уже могли помочь. Они, знаете, они читают Google помощь, да, они сидят на сайтах, где мамочки очень опытные, дают какие-то рекомендации, которые, ну, не всегда, к сожалению, могут... Профессиональные. Это первое, куда мы идём. Вы сказали, что не так много семейного сопровождения. Это не говорит о том, что их не так много в нашем городе, просто не все обращаются. Ну, вообще, в республике более 400 детей с аутистическим спектром, с расстройством аутистического спектра. Почему я говорю? Потому что всё-таки мы республиканское учреждение, и мы аккумулируем вот эти вот 100 данных, пусть это грубо звучит, да, но есть определённые мониторинги, которые наш центр ведёт как вот региональный оператор. И да, действительно, один из мониторингов, который приходит из Российской Федерации, да, от Министерства просвещения, это как раз-таки дети с аутистическим спектром, да, то есть, да, их более 400 детей в республике. Про детей аутистов говорят ещё, что они гении, что вот у них так устроен мозг, что они в чём-то могут просто... Это красивый миф такой. Это миф. В большой степени этот миф, наверное, возник из знаменитого фильма «Человек-дождя», но в реальности какие-то своеобразные способности проявляются только у небольшой части детей с расстройствами аутистического спектра, у очень небольшой части. Ну, иногда это, например, способность назвать день недели любой даты, да, но это бывает нечасто, нечасто. Спасибо. Татьяна, ваши подопечные — это дети с нарушением интеллекта. Что можно сказать о таких детях, о возможности их социализации, и насколько такой ребёнок может обучаться, хорошо обучаться в общеобразовательной школе, и нужно ли это таким детям? Ну, я начну с того, что социализировать таких детей, которые уже проявляют свои какие-то особенности в развитии, уже можно увидеть их в младенческом возрасте. Как я говорила, ребёнок запаздывает во все периоды своего созревания. У него не появляется лепет, он овладевает ходьбой намного позже года, это может быть и в полтора, и в два, и поздно появляется речь, и особенности коммуникации есть. И, конечно, социализировать надо таких детей, начинать с семьи, с близких. Вот сейчас, к сожалению, утрачена вот эта традиция, когда бабушки в семье воспитывают внуков, когда бабушки передают вот эти традиции, играют с ними в ладушки, поют им потешки, какие-то детские, ну, такие народные детские песенки. Это всё очень-очень развивает коммуникативные навыки, развивает вообще речевое, да, стимулирует развитие. И очень важны вот эти коммуникативные игры со взрослым, ладушки, сорока-сорока. Это всё сейчас во многом утрачивается, потому что родители какие-то другие берут приёмы и методы из интернета, либо это гаджеты уже в год дают ребёнку. И это вот социализировать, я говорю ещё раз, нужно семьи и обучать семью этому, как с этим ребёнком заниматься. То есть такая комплексная коррекционная помощь, она будет эффективна, если будет включена семья. То есть педагог показал на занятии, как, да, передал какие-то способы, средства обучения ребёнка, а родитель это продолжает, развивает у ребёнка. И только родитель, когда он находится довольно продолжительное время с ребёнком, может определить его потенциал, да, его сильные стороны, увидеть его склонности к тому или иному виду деятельности, и потом это в дальнейшем развивать. Если у ребёнка в школу, вот он пришёл, и у него есть способности к бисероплетению, развиваются ручные умения, да, это уже идёт подготовка к будущей трудовой деятельности. И это очень важно в том смысле, что в общеобразовательной школе такой возможности у ребёнка не будет. Во-первых, он будет заниматься, хоть и по адаптированной программе, потому что у нас сейчас это прописано в законе, но он будет заниматься среди нормы типичных детей, которых в классе очень много. Учителя не будет возможности уделять ему столько внимания, сколько будет положено ему в коррекционной школе. И там и наполняемость меньше, и доступность материала, другого качества, потому что там педагог, он обученный, он знает содержание и методы приёма работы. И, конечно, такой ребёнок более эффективно будет получать образование. Самое главное – это его будущее. Что может ребёнок с интеллектуальными нарушениями к девятому классу иметь свои копилки после окончания общеобразовательной школы? Это, возможно, проблемы с поведением, это буллинг со стороны сверстников, это невроз у родителей, и потом тупиковая ситуация, куда ребёнку идти после девятого класса. В коррекционной школе, если это школа с традициями, а мы убедились, что ваши коррекционные школы работают в такой традиции старой советской отечественной школы дефектологии, они знакомы с нормативными документами современными, они составляют вот эти адаптированные программы, они следуют этому программному материалу и участвуют в различных проектах федерального значения, когда оборудуются мастерские, доступная среда там сформирована, когда ребёнок такой может по своим склонностям найти себе дело. Начинается это с начальной школы, то есть это какая-то кружковая работа или внеурочная деятельность, а с шестого класса начинается профильный труд, где ребёнок владевает первичными профессиональными навыками и умениями. Причём, позвольте, я хочу добавить, что используемые профессии, которые вот в школах вашей республики, которым обучают, это вполне актуальные профессии, это не что-то из первой половины XX века. Вчера мы, например, видели в школе ребят, которых обучают кейтерингу, вот такому обслуживанию ресторанному, и они уже, будучи старшеклассниками, они уже настоящие профессионалы, с такой, знаете, выправкой, со всеми присущими этой специальностями, строгими манерами. У нас они даже помогали в обслуживании за столом, в форме, всё очень чётко, профессионально, мы очень порадовались за выпускников. Это выпускники школы, которые закончили колледж ресторанов и бизнеса и работают официантами. Одна девочка работает барменом, даже заняла какое-то место в конкурсе, мальчик работает официантом. То есть это, да, получают реальные профессии, которые им помогут быть самостоятельными в жизни, независимыми от родителей. Официант — это непростая профессия, с учетом того, что клиенты, которые придут в ресторан или в кафе, они могут быть разными. А для этого школа налаживает межсетевое взаимодействие, где эти дети проходят профессиональные пробы сначала, пробуют себя, потом они как стажировочную площадку используют, их берут при приятии, если это ребенок обученный, если у него есть специальный. Вы же не думайте, что если у него интеллектуальные нарушения, он совсем никчемный. Нет, они разные тоже бывают. Да, у него, может быть, он не получит высшее образование, но какими-то такими простыми, не очень сложными, хотя они овладевают и столярным делом, и слесарным, и швейное дело им доступно, и сантехническое дело, и изготовление кружева машинное, ручное, и бисероплетение. Вот сейчас мы познакомились с сувенирной продукцией, которую дети выпускают. Удивительные вещи. Мы столько сделали фотографий, покажем коллегам, чему здесь научили педагоги вашего региона. Удивительные результаты. И при этом хочется добавить, такие молодые люди могут быть невероятно добросовестными, в общем-то, работниками, честными такими, знаете, лишёнными там жёсткой конкурентности, да, они не будут подсиживать коллегу. Не амбициозные особенно. Да-да-да, не амбициозные, а такие вот хорошие работяги. Да, да. И узнав такого работника, может быть, потом работодатель, он как раз-таки будет в эту сторону смотреть, для того, чтобы коллектив свой укомплектовать. Конечно, ведь нехватка кадров, она есть. А взять сельскохозяйственный труд, в тепличных хозяйствах. Ну, работа, честно и прямо, малооплачиваемая. А ребята, они вот со школьной скамьи учатся выращивать из семян растения у себя. Более того, они придумали, вот вчера мы тоже были удивлены, такой у них проект развивается. У них выращены своими руками комнатные растения. На каждом растении стоит QR-код, и ты можешь подойти с помощью телефона навести QR-код и узнать, что это за растение, как за ним ухаживать. Вот, пожалуйста, вам ноу-хау. Вы где-нибудь такое встречали, а это вот дети коррекционной школы придумали. Причём в нашем... В рамках проектной деятельности. В нашем городе. В вашем городе. Спасибо вам большое, да. Вот какие у вас тут бриллианты. Вот не пришли бы вы сегодня, я бы об этом не узнала, и не узнали бы наши слушатели и зрители. И вы с такой радостью об этом говорите. Вы прям видно, что впечатлены. Да, впечатлены. Да, и вам это так приятно, так вам это понравилось. Мне нравится ваша реакция. Спасибо вам большое, что вы сегодня были в нашей студии, что мы поговорили. Я даже хотела оставить на время, на какие-то вопросы, которых я не задала, но время закончилось. Извините, пожалуйста, что не дала вам рассказать. Нет, нет, наоборот. Я думала, что я что-то не спросила, а вы хотите сказать. Слушателям, зрителям, спасибо за внимание. Всем хорошего дня и будьте внимательны друг к другу.